и все привет ребят с вами в старом видео записываю новый ролик максимально внезапный список обновлений появляются у нас в игре я даже если честно никак не мог подумать что у нас сегодня во вторник что то интересное в игре может появиться и уже завтра почему-то в среду у нас всегда по дефолту в пятницу а завтра в среду написан релиз нового списка обновлений и есть здесь о чем с вами поговорить к сожалению нет дополнительно никакой информации по ивентам поэтому для меня лично вообще непонятно почему релиз с обновлениями выходит именно завтра но есть большое количество вооружений которые поменяются в балансе ну и которые уже завтра мы вместе с вами сможем начать тестировать ну а вы если вам нравится подобного рода видосы ну и за скорость за оперативность обязательно забывайте поддерживать данный директор лайком не забывайте подписываться на этот замечательный канал ну и конечно же не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новые видеоролики и не забывать про то что прямо сейчас проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов по моему личному тегу настройках игры можно его найти в аккаунтик заходим здесь снизу тимп-шечку бам устанавливаем переходим в магазинчик оформляем покупочку ну а дальше просто заполняем форму которая есть в описании ну и в принципе все подробная инфа там тоже имеется что же нам приготовили списки обновлений и почему они выходят именно сегодня этот вопрос для меня все остается загадкой возможно вы знаете информацию и знаете ответ на этот вопрос можете написать в комментариях если знаете в ультраконтейнеры о боже в ультраконтейнеры добавлено новое устройство для скорпиона стан снаряды это скорпион с оглушением который наносит скрита статус эффект ну и плюс я так понимаю еще и со сводки там тоже попадание ракеты которая будет критическая будет оглушать противника бландер бас удален бонус на критический урон удален бонус на число дробин и стандартный урон повышается на 75 процентов не знаю зачем они так сильно перебаланчивают этот замечательный молот с бландер басом но будет интересно посмотреть что будет с ним завтра плюс 75 процентов стандартного урона возможно возможно сделают этот молот интересным также изменения в пушки молота устройства пульсар больше не снижает шанс критического урона больше не поджигает цель но я бы сказал что молот с пульсаром не актуально устройство поэтому в принципе что она меняется ничего интересного там нет зато меняется коэффициент ускорения перезарядки под действием overdrive berserk с 0.25 на 0.4 моем понимании это нерв то что у нас чистота была супер быстрая теперь она будет более медленная да если было 0.25 стало 0.4 то есть это грубо говоря в два раза дольше будет вылетать у нас снаряды но если я правильно понял если вдруг что-то неправильно то напишите комментариях твинса нерфят шанс критического урона с 11 процентов на 8 и не сказал бы что сильно твинс что-то роляет это наверное сделано больше на то чтобы не нерфить твинса с пульсаром просто чутка нерфа критического урона шанса чтобы пульсар меньше на твинсе нагибал хотя и так матчмейкинге не такое большое количество твинсов встречается страйкер критический урон нерфится в 500 на максимальном на максимальной прокачке это 1730 крит был с как раз таки мк 8 страйкером станет на 1280 то есть грубо говоря на 500 на 450 да если быть точным минус 450 у нас урона зато шанс критического урона увеличивается в два раза даже больше двух на 26 процентов с 12 радиус крита увеличивается двух метров на 8 и радиус наложения статус эффектов тоже у нас с двух метров на 8 то есть это splash крит и splash нанос статус эффекта 8 метров это очень хорошее расстояние поэтому есть ощущение что может быть интересик может быть интересик и быть может даже будет интересик с дистанционным подрывом нужно будет затестировать посмотреть как это все дело будет работать также меняются у нас баланс устройств на страйкер обезвиживающий боеголовки и бронебойная боеголовка теперь обычный залп у этих устройств в моем понимании обычный залп это все также один выстрел в сводке но теперь он не гарантирует наложение статус эффекта да то есть он такой же самый дефолтный один выстрел но может прокнуть крит может не прокнуть крит да я понимаю это дело так если обычный залп это 4 ракеты дефолтных тогда в моем понимании пропадает уникальность этих двух устройств и это жесткий нерв этих двух устройств в целом потому что была уникальность был интерес было у меня лично желание играть что на одном что на втором устройстве если они будут в таком балансе то я думаю что я ну больше наверно буду заинтересован попытки реализации других устройств мне так кажется но посмотрим также пульсар больше не снижает шанс критического урона и больше не поджигает цель но пульсар на страйкер тоже не актуален поэтому в принципе что он меняется ничего особо не меняет стандартный урон скорпиона нерфится на чуть-чуть также на 200 нерфится крит и урон ракеты нерфится еще на 100 то есть полный нерв скорпиона и еще и нерв пусковой установки торнадо которая мне надоедала которая нагибает его нерфит время перезарядки залпа с минус 75 на минус 65 или это не нерв надеюсь что это нерв очень сильно надеюсь что это нерв но может тоже написать в комментариях правильно я сказал вакуумка на грамме нерфится стандартный урон с вакуумки минус 20 процентов но при этом процент среднего поражения взрыва с 220 на 250 если учитывать тот факт что у нас уже 250 было то это особо сильно не ощущается до 220 на 250 сплэшовая тема а вот урон минус 20 процентов вот это может сильно чувствоваться очень сильно может чувствоваться и возможно вакуумка полностью убита и больше не будет работать в нашем матчмейкинге также есть изменения в овердрайве вас по урон взрыва бомбы теперь наносит 4000 вместо 10000 хотя если честно я вроде как по 4000 всегда и наносил бомбой радиус взрыва с 20 метров увеличен на 30 возможно станет поинтереснее работать бомбочка радиус максимального поражения с 13 метров до 14 радиус наложения статус эффекта горение 40 метров до 30 радиус наложения подавления 60 метров до 30 ну и сила удара с полторы тысячи до сотки то есть теперь она не будет подкидывать откидывать там или еще что-то делать вашим танком то есть она будет просто взрываться но не особо сильно ролять джиггернаут максимальную скорость увеличили ему максимальной прокачки теперь он будет хорош но при этом ускорение его медленнее то есть стартует он хуже но потом набирает скорость масса также увеличивается на тысячу будет меньше шатать насколько меньше особо сильно непонятно но чутка чутка бустанули а вот с вас по бомбой я не знаю типа она что так было не актуально что она новая мне кажется тоже будет не актуально посмотрим протестирую будет видно спасатель время перезарывки дрона еще нерфится было 9 секунд две недели назад на прошлой неделе стало 12 на этой неделе становится 13 такое ощущение как будто кто-то со спасателем играет я особо сильно матчмейкинги этих спасателей не вижу поэтому для меня лично это удивительно дрот защитник бустится еще дальше еще плюс 10 процентов дополнительные защиты я как говорится тестировал предыдущие защитничали говорил о том что ну такой осенний супер жестко не супер сильно его а будет еще дальше поэтому будет очень интересно посмотреть как он будет себя показывать в новом виде также время перезарядки ядерной энергии которую вы нажимаете теперь не 5 секунд а 15 секунд но все также можно взять иммунку от подавления и время перезарядки ядерной энергии не будет фоновый звук на экране сборки танка переработан незначительные исправлены незначительные исправления в различных текстах произошли еще дополнительно в общем и целом что я могу сказать большое количество сильных пушек до дальнобойных пушек матчмейкинговых тдм пушек я бы сказал так нерфится и уже завтра игра возможно будет работать немножко по другой мете а быть может ничего особо сильно критически не поменяется за исключением грома который с вакуумкой может реально стать намного намного слабее и намного хуже будет работать это устройство но насколько хуже уже завтра мы вместе с вами все это дело разберем поэтому пишите что вы думаете по этому поводу обязательно пишите что вы хотели бы увидеть в первую очередь на обзор уже завтра связанный с именно вот этими всеми замечательными устройствами вооружениями ну и конечно же не забывайте подписываться на этот замечательный канал мне друзья на это все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока